Агропром Архангельской области В Сафу запустили машину времени. Это лишь одно из многочисленных событий в рамках Дней Арктики. Погода в регионе продолжает преподносить сюрпризы. Какие, расскажем совсем скоро. В прошлом году в Поморе достигнут лучший показатель производства молока за последние десятилетия. Данные озвучил глава региона Александр Цибульский на выездном заседании коллегии регионального министерства АПК. Оно прошло в Вельске. Отрасск показывает умеренный рост и в этом году. А в будущем, благодаря амбициозным проектам в сфере сельского хозяйства, у региона есть все шансы стать лучшим на северо-западе страны. Это проекты строить в чистом поле с нуля. Масштабно, грандиозно и лучшее в стране. И главное, ни с одним словом поспорить невозможно. В Усть-Янском районе большая стройка и животноводческий комплекс станет самым крупным на северо-западе России по количеству скота. Здесь будет находиться 8 тысяч. Общее поголовье коров. 3200 доймя. Доидеться они будут вот на такой карусели. 80 скотомест. Вот так будет идти доидно-молочный блок. Проект должен быть реализован в 2023 году. Благодаря этому производство молока в Архангельской области увеличится минимум на 30%. 50-60 тонн молока в сутки уже сейчас готов перерабатывать завод Усть-Янской молочной компании «Вельске». Среди традиционных видов продукции будут и новинки, в частности молоко А2, обогащенное селеном. У нас собраны на отдельной площадке 2-го А2, которую молоко производят. И сейчас мы их уже третий месяц кормим органическими минеральными добавками с высоким содержанием селена. При постоянном употреблении селена в пищу организма активируются иммунные функции очень сильно. То есть иммунитет подстегивается. И он является мощным антиоксидантом и помогает в борьбе с раковыми заболеваниями. Проведенные на предприятии тестирования показали эффективность применения добавки. Мы делаем бренд такой, чтобы он был не только региональный, а был уже такой в федеральном уровне. Потому что это на самом деле уникальный продукт. Он присутствует в России, но и очень мало. Я хотел сказать, вы специально дать, потому что не даете попробовать. Вот это наш сыр, который... Основные результаты работы предприятия агропромышленного комплекса региона обсудили на выездном заседании коллегии АПК. Архангельская область по итогам прошлого года занимает 17 место в стране, а среди регионов северо-запада 4. Статистика хорошая, но с учетом тех планов, которые мы за последние два дня посмотрели, я думаю, что у нас есть все основания полагать, что мы можем существенным образом продвинуться в этой статистике. Юг Архангельской области, в частности Устьянский район, передовик не только в сельском хозяйстве. Район показывает хорошие результаты в реализации программы комплексное развитие сельских территорий. В ее рамках в поселке Октябрьский ведется строительство очистных сооружений. В планах строительство в Устьянском районе начальной школы детского осада на 580 мест, интернатов, водозабора и канализационных сетей. Мария Даник, Евгений Зыков, Александр Кузнецов, Денис Линчевский, регион 29. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Само голосование в режиме онлайн, но задача волонтеров как раз информирование о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Чтобы стать волонтером, нужно просто оставить заявку на сайте добро.ру. Уже сегодня вы можете прийти и стать волонтером, и помочь всем нам сделать нашу область более комфортной на сайте добро.ру. Приходите туда, регистрируйтесь. Регистрация и работа волонтером доступна для любого жителя Архангельской области, начиная с возраста 14 лет. Регистрация волонтеров продлится до 22 марта. Само голосование с 26 апреля по 30 мая на платформе 29.городсреда.ру. А пока в Архангельск вновь во власти Дней Арктики. Уже традиционные для САФУ мастер-классы, квесты и презентации, как всегда, вызывают интерес у школьников. Да что говорить, даже молодые ученые открывают двери аудиторий с интересом. Александр Богданович убедился. В этом году в Дни Арктики запланированы тематические экскурсии, интеллектуальные игры. Все, как всегда, разноформатно. Часть мероприятий состоится в онлайне. Младшие школьники уже попробовали свои силы в мастер-классе «Мишка на севере». Здесь дети могли сделать своими руками подделки и познакомиться с природой и животными севера, в том числе с белыми медведями. Что он тысячу килограмм летит. Что он может проплывать очень много метров под водой. Даже несколько дней. Нам всегда очень нравится проводить этот мастер-класс, потому что он такой теплый, уютный. Дети всегда радостные, потому что им всегда очень приятно унести что-то с собой, с занятия. Они уже придумывают, куда они смогут прикрепить этого медведя. Кто-то на календарь, кто-то отдаст маме на работу, чтобы мама вспоминала. Поэтому всегда очень много таких позитивных эмоций. А в другой аудитории научной библиотеки САФУ запустили машину времени. Участники перенеслись на пять столетий назад, в дни основания Сийского монастыря. Знакомились как с историей обители, так и укладом жизни далекой эпохи. Очень интересная игра. Мы сегодня торговали, собирали монеты, соль, чтобы отдать ее монахам и главному монаху, чтобы собрать на храм, чтобы его не сожгли. Мы узнали еще много о Сийском монастыре, о его богатой истории, о том, как там красиво. И мы отгадывали логические, математические загадки. А вы сами вали там? Нет, я, к сожалению, не бывала, но я бы хотела очень там побывать. Дни Арктики стали традицией для САФУ с момента основания. Профессора и молодые ученые рассказывают просто о сложном. И это часто знания, которые не просто продиктованные и заученные. Это знания, полученные в размышлениях. Некоторые наши игры, они рассчитаны на то, что тебе нужно просто прямо подумать и придумать. Не вспомнить, а именно придумать. Кажется, это вот так вот. И, соответственно, ты дальше продвигаешься по игре. Дни Арктики продолжаются в САФУ до 28 февраля. Посетителей ждут выставки, показы кинофильмов, игры и новые мастер-классы. Александр Богданович, Денис Линчевский, Регион 29. Автопарк полицейских регионов продолжает обновляться. Сегодня сотрудникам ГИБДД передали очередную партию машин. 11 новых автомобилей региональное МВД получает в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги». Всего с 2019 года полицейские области получили 123 новых машины. Среди них 50 внедорожников. Это автомобили, которые отвечают на настоящее время всем предъявляемым требованиям. То есть средства связи, средства фото-видео фиксации, средства оказания первой медицинской помощи. Ну и такой арктический нюанс – две аккумуляторные батареи. Новая техника сразу заступила на службу. Ее встречают в разных районах области. Кто-то ждет коммунальные услуги, а кто-то наоборот мечтает от нее отказаться. Вот такие метаморфозы происходят в Высокогорском округе Архангельском. Жители одного из домов две недели сидели без воды. В другой части района три месяца испытаний канализации. Обо всем по порядку. Артемий Заварзин. Всего 15 километров от центра Архангельска. Но попадаешь, говоря словами классика, в порядочную глушь. Согласны с этим и жители одного из домов на улице Вычегодская. 12 дней там не было воды. Вот, например, у меня в семье нас живет 4 человека. Трое работает и одна школьница. Надо ходить в школу, надо мыться. А уже две недели вот такой билиберды. А сами мы? Мы что, не люди? Нам не стирать нельзя, не варить ничего, ничто. Вы понимаете? Подвоза воды тоже не было, так как рядом колонка. И тут еще беда. Из-за низких температур она замерзла. До ближайшей около получаса ходьбы. Вы представляете, это как тащить вот эти два ведра, когда мороз, 40 градусов. И у тебя руки, ну просто вообще, вот конечности отмерзают. Это издевательство вообще. Вот даже вот до слез обидно. Утешить жителей постарались специалисты РВК, визит которых чудесным образом совпал с нашим. Только вот диалога на тему «Почему исчезла вода?» не случилось. Все вопросы в пресс-службу. Там вам подробнее скажут. Но если жители Новочегодской 15 дождались-таки оказания коммунальной услуги, то вот обитатели дома на Лахтинском шоссе 4 мечтают от одной из услуг отречься. С их слов, управляющая компания не решает проблему с канализацией. На протяжении уже трех месяцев фекальные стоки гуляют по туалетам и раковинам квартир. Мы звонили, не один раз это и звонили, заявку песниную мы тоже подавали в Левобережье, в нашу управляющую компанию. Вот они пришли, что-то там покопались, покопались, трубу обрезали, и все теперь течет в подвал. А оттуда зловоние идет в квартиры, где и без того уже, кажется, никакая дезинфекция не поможет. А морозы только усугубляют ситуацию испарениями. Но здоровье жителей не железное. В доме много тех, кто имеет хронические заболевания. И способы бороться с халатностью управляек все же есть. На данном этапе, когда услуги не оказываются, необходимо приглашать представителей этих компаний, фиксировать в актах, в том числе каждый день, что эти услуги не оказываются, для того, чтобы в последующем можно было предъявить за определенные дни к перерасчету. Либо, скажем так, вообще к освобождению за оплату таких услуг, которые по факту не поставляются. Согласно данным Центра управления регионом, только за минувший день 134 жалобы от архангелогородцев на сбои в системе ЖКХ. 28 заявок связаны с отсутствием холодного водоснабжения. Семеро человек пожаловались на аварии на сетях. Вот все эти происшествия в очередной раз наглядно показывают то, что приоритетом в работе должен стать принципиально новый подход к организации деятельности ЖКХ. Депутаты фракции ЛДПР ежедневно получают обращение от граждан. Сегодня высокие тарифы на коммунальные услуги не гарантируют бесперебойную качественную подачу воды, газа и отопления. Хотя у ресурсоснабжающих и в том числе управляющих компаний достаточно денег для того, чтобы привести в коммуникации в нормативное состояние. Не латать дыры каждый месяц, раздувая сметы, а производить полноценную замену элементов сетей. В РВК Архангельск сообщили, что ежедневно фиксируют свыше тысячи разных, порой гневных, обращений горожан. Потому с 1 марта принято решение усилить работу телефона горячей линии. Новый номер 61400 и возможность одновременно принять в четыре раза больше звонков. Но герои нашего сюжета надеются, что набирать этот номер не придется, как и ждать прихода коммунальщиков долгие 12 дней. Артемий Заварзин, Кристина Грищенко, Ольга Красулина, Светлана Михеевская, Регион 29. Каким будет начало весны в регионе, слово синоптикам дадим через несколько минут, а пока реклама. Друзья, скоро 8 марта. К предстоящему празднику ювелирный салон «Фионит» подготовил подарок. Выставка продажи от компании «Саргон». Сапфиры, изумруды, рубины, бриллианты. Только природные камни лучшего качества. Внимание, все украшения по цене производителя. Ювелирный дом «Саргон» уже более 20 лет существует на ювелирном рынке. За годы работы бренд сформировал свой уникальный стиль, который сочетает верность традициям и современную моду. Особое преимущество этих украшений – необычный дизайн, уникальные камни и ручная сборка. Бриллианты для украшений закупаются на бирже в Бельгии, рубины из Мозамбика, изумруды из Амбии и сапфиры Шри-Ланки. Природные драгоценные камни с лучших месторождений – редкость в эпоху искусственных камней и клеевых закрепок. Украшения с натуральными камнями от компании «Саргон» для настоящих ценителей. А на все остальные изделия есть скидки 20% на первое и 25% на второе и последующее украшение. Приобрести все можно в ювелирном бутике «Фионит» до 12 марта включительно. Спешите! ТЦ «Гранд Плаза», третий этаж. А сейчас продолжаем рассказ о темах пятницы. Февраль подходит к концу. Пара дней до весны, но зимние вещи можно не убирать. Как минимум две недели нас ожидают температурные качели. Теплые дни до плюс трех градусов сменятся морозами. Будет очень ощутимо. Так же, как и перепады атмосферного давления. Если в начале недели, то есть начало месяца, у нас ожидается аномально теплым, температурный фон будет от плюс двух до минус трех градусов по всей Архангельской области с прохождением теплого фронта, то к концу недели вновь морозы усилятся. Опять до 15-20 градусов. На северо-востоке может быть до минус 25. Что ж, остается только напомнить метеозависимым людям. Утром начинайте с контрастного душа, а на завтрак обязательно выпивайте чашечку натурального кофе или зеленого чая. Плакаты и афиши, возведенные в рамк искусства, труды графических дизайнеров со всего мира, можно увидеть в библиотеке имени Добролюбова. Там уже в третий раз проходит выставка о московской биеннале «Золотая пчела». Алексей Макеев побывал на открытии. Такую сварили густую кашу, что ее можно долго разглядывать и переходить от листа к другому. Есть устойчивое мнение, что сообщение с плаката должно считываться человеком за 5 секунд. Но это ошибка. Да, плакат должен громко говорить прохожему «Остановись!», но потом выдавать весь текст медленно и даже шепотом. Ну, нерв какой-то актуального искусства, чего-то нового, что до нас доходит. Слава Богу, теперь доходит до Архангельска очень быстро, моментально. То есть в Москве и к нам очень быстро двигается и всегда интересно, конечно. 130 плакатов со всего мира с сегодняшнего дня можно увидеть в Добролюбовке в рамках московской биеннале графического дизайна «Золотая пчела». Выставка делается профессионалами для профессионалов, но это же невероятное удовольствие для широкой публики заглянуть за кулисы какого-то профессионального процесса на любую кухню. Сейчас это такой прием очень распространенный. Кураторы биеннале возвращают афиши и билборды разных лет в выставочное пространство, что дает возможность рассмотреть работы дизайнеров как самостоятельные художественные произведения. Концентрируется самое современное, самое интересное, самое странное, если хотите, в графическом дизайне. Здесь все это можно увидеть, насытится. Да, я верю в то, что ребята, которые сюда приходят, смотрят, они становятся более культурно подкованными и более смелыми. Уже завтра пройдут мастер-классы для графических дизайнеров. Лидеры индустрии ждут даже малышей. Саша Васин с Наташей Вельчинской, они организаторы и руководители международного интернационального фестиваля «Типомания», который проходит каждый год и на который приезжают спикеры мирового уровня, которые без «Типомании», наверное, в Россию бы не приехали. В Архангельске часть биеннале под названием «Плакат без границ» можно будет увидеть до 26 марта. К слову, такая возможность у горожан появляется уже в третий раз. Алексей Макеев, Светлана Михеевская, Регион 29. С бронзой чемпионата мира вернулся домой конькобежец Александр Румянцев. 14 февраля наш земляк-мастер спорта России международного класса завоевал бронзовую награду на дистанции 10 тысяч метров. С результатом 12 минут 54,74 секунды он установил новый рекорд России. Тренер сразу сказал вкатиться, продышаться, кружочков 7, а потом уже найти свой стиль бега и, получается, преследовать голландца. Потому что я знал, что голландец начнет быстро и убежит от меня на первых кругах. Но это было видно по трансляции, по картинке, что он уехал метров на 60 от меня. И потом я потихонечку-потихонечку с каждым кругом догонял, догонял, догонял. И, получается, кругов за 7 я уже ехал впереди и уже не давал ему возможности выйти вперед. Задача была, чтобы он не сработал спину и не вышел вперед потом. Так и получилось. Я его где-то ближе к концу, кругу на 17-м, скажем так, убил своим темпом. И он встал окончательно и я убежал. Сейчас Александр набирается сил и будет готовиться к олимпийскому сезону, который пройдет в Пекине. А мы будем ждать новых побед. Таким был этот день. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова